В начале 30-х казахские чиновники уже боялись противоречить руководителю республики Филиппу Голощокину. И все же в июле 1932 года пятеро коммунистов, среди них Габит Мусрепов, отважились написать критическое письмо в Крайком. О голоде в нем не говорилось, писали о проблемах в животноводстве. Имеем глубокий прорыв, который превращает Казахстан из основной животноводческой базы Союза в одну из второстепенных. В адрес авторов тут же последовали угрозы об исключении из партии. Их вынудили покаяться. Мусрепов вспоминал, Голощокин с усмешкой сказал мне, поезжай в Тургай, своими глазами убедишься, что никакого голода там нет. Поехали. За аулом Аулеколь в степи начался буран. Сбились они с пути, лошади встали и вдруг, замечаю, что-то торчит из сугробов. Словно корявые сучья саксаула. Соскочил саней и подошел. Под снегом лежали трупы людей.